Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на канале Вольна Ходится. И сегодня мы побродим по территории ВДНХ. Я, конечно, понимаю, что тема выставки достижений народного хозяйства рассмотрена вдоль и поперек. Но все же. Начнем мы свой поход с площади от МОС Аквариума. Кстати, это крупнейший в Европе аквариум, удаленный от морского побережья. В 80 аквариумах обитает более 12 тысяч морских и пресноводных обитателей. А вот это бывший павильон химии. Реконструкция длится уже несколько лет, но вроде в последнее время здесь начались какие-то телодвижения. Итак, мы проходим на площадь промышленности. Центральное место на площади занимает ракета «Восток». Установлено на этом месте в 1967 году, в честь 50-летия Октябрьской революции. А вот до 1951 года на этом месте находился памятник Сталину, который был демонтирован с этого места в связи с реконструкцией выставки. На площади также установлен транспортно-десантный вертолет Ми-8Т. Кстати, на нем можно полетать. Это по сути аттракцион-симулятор настоящего вертолета. Можно купить билет и под руководством инструктора на тренажере, который расположен внутри вертолета, совершить свой полет. То же самое можно сделать и на Як-42, установленном здесь. А за ракетой находится павильон «Космос». По нему у нас будет отдельное видео, которое тоже выйдет на нашем канале. А план наш такой сейчас. Мы двинем по главной аллее в сторону главного входа. Зайдем покушать, то есть будет наша рубрика «Время покушать». Обойдем каток, дойдем до павильона номер один и вернемся по другой стороне от катка, почти к нашей начальной точке. Кстати, вот этот стеклянный павильон – это новый строящийся павильон «Атом». Когда он будет открыт, неизвестно. Павильон, который перед нами, был построен в 1954 году. До 1964 года носил название «Украинская ССР». С 1964 года имеет официальное название павильон номер 58 «Земледелие». В оформлении даже остался герб Украинской Советской Республики. В 2010 году павильон предполагалось передать в аренду на 50 лет правительства Украины. Для создания здесь торгово-выставочного центра Украина. Однако, Верховная Рада так и не ратифицировала соглашение, и процедура передачи была прекращена. Сейчас здесь находится музей славянской письменности слова. Две стеллы флагштока по бокам от входа посвящены 300-летию воссоединения Украины с Россией. Дата воссоединения праздновалась в 1954 году. А вот сейчас мы двинем в нормальную столовую. От павильона Украина надо пойти по прямой, к павильону «Макет Москвы». И далее пройти еще дальше, прямо к промтехнограду. Упереться в этот павильон и повернуть направо. Наша цель – вот это синеватое здание, которое называется павильон «Арттехноград». Находим вход, попадаем в здание, говорим охране, что в столовую. Теперь надо подняться на третий этаж. Вроде здесь и лестница где-то есть, но мы поедем на лифте. Выходим из лифта и попадаем в столовую. Здравствуйте. Очень тяжело было найти место, где можно поесть не фастфуд, а на территории ВДНХ. Но мы его нашли. Что можно сказать, обычная столовая, практически с обычным выбором блюд. Какие наши замечания? Непонятно, куда повесить верхнюю одежду. Во всяком случае, мы не нашли. Пришлось кинуть на места, где будем сидеть. Цены на наш обед вы можете увидеть в чеке. Все вполне съедобное. Интерьер в стиле полулофт. Наша оценка этого заведения 4 балла. Подкрепились. Продолжаем наш поход. Павильон номер 64 оптика. Изначально построен в 1939 году. Получил название Ленинград и Северо-Восток РСФСР. В 1954 году перестроен и получил название уже нормальное Ленинград и Северо-Запад РСФСР. Затем несколько раз переименовывался, пока в 1983 году не получил свое нынешнее название оптика. В постсоветское время использовался как торговый павильон. Вообще, по моим подростковым воспоминаниям, в 90-е годы тут рынок какой-то был на территории ВДНХ. Мы тут покупали видеокамеру, тогда еще ВХС. И микроволновку. Кстати, микроволновка до сих пор работает. И мы ходили из павильона в павильон, чтобы найти оптимальное предложение. Вот этот павильон тоже использовался в то время как торговое пространство. Павильон Узбекской СССР. Построен в 1954 году на месте бывшего здесь и разобранного старого павильона Узбекской Советской Республики. Здание построено с мотивами узбекского народного творчества. Перед зданием мы видим красивую ротонду, была возведена в то же время. После смены названия павильона он получил название «Культура», которое носит и по настоящий момент. В 2010 году началась реконструкция. В 2016 павильон был передан в аренду Государственному музейно-выставочному центру РосИЗО, который открыл в павильоне пространство для культурных мероприятий различной направленности. Сейчас он опять на реконструкции. Возможно, тут будет представительство Узбекистана. Павильон Карелло-Финской ССР. Построен также в 1954 году. Кстати, изначально на фронтоне, на щите, находился герб Карелло-Финской ССР. Но в 1957 году, в связи с упразднением республики, герб был заменен на герб РСФСР. Колонны облицованы панелями из гранита, залежами которыми славилась Карелия. Кстати, на нашем канале есть видео, посвященное Карелии. Сейчас павильон используется как выставочное пространство. Павильон номер 68. Построен все в том же 1954 году. До 1959 года назывался Сибирь. До 1963 РСФСР – промышленность. До 1966 – топливная промышленность. А до 2003 – угольная промышленность. С 2003 года в павильоне работает выставочно-коммерческий центр Республики Армения с рестораном Арарат. Внутри павильона можно познакомиться с культурой Армении, приобрести продукты этой страны. А также отведать национальную кухню, находящуюся здесь в ресторане. А наше внимание привлек доводчик, который справляется с такими массивными и тяжелыми дверьми. И тут мы не можем не рассказать про наш партнерский канал Дозорный. Ссылочка будет в описании. На канале Дозорный вы можете найти видео обзоры систем безопасности, домофонов, видеокамер и так далее. Павильон номер 71 – РСФСР. Дата постройки все та же – 1954 год. С 1959 по 1963 год павильон назывался РСФСР «Сельское хозяйство». С 1963 года – атомная энергия. Здание, как и почти все старые павильоны, является объектом культурного наследия и охраняется государством. Над входом расположена большая фреска. Народы России построили социализм. Это изображение – составляющая архитектурного облика здания. В 1963 году тематика павильона была полностью изменена, и в нем разместилась экспозиция «Атомная энергия», где демонстрировались стенды на тему ядерной энергетики, а также модели техники, используемые в отрасли мирного атома, в том числе макеты атомных реакторов и ядерных установок. 18 декабря 2018 года мэром Москвы Сергеем Собяниным в здании был открыт Дворец Госуслуг – многофункциональный центр моей документы. Павильон номер один. Главный павильон выставки. Построен в то же время, что и остальные, в 1954-м. Высота здания вместе со шпилем составляет 90 метров. Скульптура «Ваелинин», которая сегодня находится перед главным павильоном, при открытии выставки в 1954-м стояла на левом постаменте лестницы павильона в паре со скульптурой И.В. Сталин, стоявший справа до 1962-го года. На павильоне был установлен герб СССР и по 16 медальонов с двух сторон с гербами союзных республик, существовавших на 1954-й год. Позднее, при поднижении статуса Карело-Финской ССР и включении ее в РСФСР, как Карельской Автономной Советской Социалистической Республики, соответствующие два медальона с гербами были убраны в 1956-м году. В 2018-м году, при реставрации павильона, они были восстановлены в соответствии с первоначальным проектом 1954-го года. Название «Центральный» павильон получил в 1964-м году. Павильон номер 2. Народное образование. Первая экспозиция павильона номер 2 называлась «Северный Кавказ и Крым». В настоящее время помещение используется компанией и корпорацией роботов, и здесь проходят выставки роботов. Павильон номер 4. Сейчас это павильон «Кыргызстан», но изначально это был павильон «Эстонская ССР». Все три прибалтийские республики располагались тут вместе. Павильон номер 5. Как бы центральный из трех. Это павильон «Латвийская ССР». Сейчас здесь находится музей городского хозяйства Москвы. И павильон номер 6. Это павильон «Литовская ССР». Сейчас это выставочно-торговый центр республики Абхазия. Следующий павильон в этой галерее – павильон номер 10 «Молдавская ССР». Такое название он носил до 1963 года. После перехода выставки на отраслевой принцип показа был переименован в «Стандарты СССР». В 2011 году передан в аренду на 50 лет Молдавии. А вот эта площадь, где мы находимся, называется площадью дружбы народов. И вот там за заборчиком находится фонтан дружбы народов. Но сейчас его не посмотреть, так как, во-первых, зима, а во-вторых, вокруг него залит каток. Павильон номер 11. Казахская ССР. Павильон этой республики существовал тут еще в 1937 году в деревянном виде. Постоянный же построен все в том же 1954 году. После перехода выставки на отраслевое деление павильон был посвящен металлургии. Экспозиция металлургов была упразднена вместе с выставкой в 1990-е годы. В 2011 году было принято решение о передаче павильона в аренду Казахстану для будущего размещения там национальной экспозиции. В августе 2017 в ходе реставрационных работ на фасаде павильона реставраторы обнаружили барельефы 1954 года на тему земледелия Казахстана. Барельефы были спрятаны под более поздним навесным фасадом, настроенным при смене экспозиции. Ну и где? Где еще может быть самый большой по площади каток в Москве? Конечно же на выставке достижений народного хозяйства. Этот каток столицы расположен на главной аллее от павильона номер 1 до павильона номер 58. Ледовыми дорожками окружены знаменитые фонтаны дружбы народов и каменный цветок. Одновременно каток может принять 4,5 тысячи посетителей. Павильон номер 12 – выставочный центр профсоюзов. Один из молодых павильонов построен в 1987 году. До 1967 года на этом месте располагался павильон Грузинской ССР, построенный в 1939. Павильон номер 13 – павильон здравоохранения. Один из немногих сохранившихся довоенных павильонов, изначально построенный для Армянской ССР. В 1964 году при переходе выставки на отраслевой принцип показа павильон получил название «Пищевая промышленность», а в 1967 году – «Здравоохранение». В 2019 году сюда переехал музей Рерихов. Павильон номер 14 – Азербайджанская ССР, построенный в 1939 году. Изначально носил название «Азербайджанская ССР». После 1964 года – вычислительная техника. В 1967 году был частично перестроен, а фасад был закрыт алюминиевым коробом, который соответствовал новому содержанию экспозиции. Здесь выставлялись новейшие электронно-вычислительные машины и системы управления производством. В 90-е годы экспозиция была упразднена, павильон использовался в целях торговли. Также до 2013 года в нем размещался небольшой музей восковых фигур. В 2014 году была проведена реставрация павильона, в ходе которой был демонтирован фасад 1967 года, и павильону возвращен его первоначальный вид. Сейчас в стенах павильона можно ознакомиться с искусством и культурой этой страны. Павильон номер 15 по Волжье построен в 1939 году, полностью перестроен в 1954. В 1958 полностью реконструирован фасад, а павильон переименован в «Радиоэлектроника и связь». сейчас ведутся работы по возвращению исторического облика павильона. Павильон номер 18 – Беларусь. Как и все, построен в 1954 году. С 1964 года – павильон электротехника. В лихие 90-е использовался как торговый павильон. Клонада входа богато украшена сельхозпродукцией. В общем, снаружи павильона сделано все, чтобы показать, что основное направление в республике – это сельское хозяйство. Но нет! Сойдите вовнутрь. Товары на любой вкус. Кстати, в главном зале раньше располагался памятник Ленину и Сталину. Кроме представителей легкой промышленности, в зале можно посмотреть и на результаты развития машиностроительной отрасли республики. Сельхозтехника, автобусы и, конечно же, карьерные самосвалы. А во дворе павильона установлен самый настоящий БелАЗ. Не совру, если скажу, что из всех представленных павильонов бывших советских республик здесь больше всего покупателей. Ну а на этом я закончу это видео. С вас лайки, комменты. Всего доброго. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok